Результат, показанный Максимом в этом сезоне, стал итогом длительного, кропотливого труда целой команды специалистов. Два года назад тренерам даже пришлось пойти на кардинальные меры, изменить методику тренировок. К чемпионату была подготовка уже с лета началась. Это сборы, спортивные лагеря и с нентября соревнования сразу же, чтобы укрепить это все, чтобы почувствовать еще раз бою. Результат пятилетней работы и по истечению этого срока мы видим такой результат в этом году. Мы долго шли к этой победе и много сделали для этого. И тренера, но вообще весь наш коллектив, вся наша организация приложила максимум усилий для того, чтобы наш спортсмен вышел на уровень чемпионата Европы и мира. Главной проблемой, с которой столкнулся Максим в период подготовки, стало отсутствие достойной конкуренции в родном городе. Мы вот каждые две недели, каждую неделю или каждые три недели по-разному ездим в Москву на спарринги. Там есть очень сильные бойцы. В Москву приезжают с разных городов, даже с разных областей именно на тренировку по спаррингу. Дебют на европейском уровне для брянского бойца сложился непросто. В последнее время уровень представителей этого направления единоборств заметно выровнялся. Если раньше законодателями мод в кёку-синкай карате были японцы, то теперь сюрпризы можно ждать от любого спортсмена. Если говорить о Европе, потому что в конце ноября у нас было первенство Европы, наша категория была самая сложная. В этой категории было 18 спортсменов и категория была до 68 килограмм. Максим с весом 62 килограмма был самый легкий в категории, поэтому было даже в этом плане очень сложно. И все бойцы именно в его подгруппе как один были очень сильны. Поэтому Европа отняла очень много физических и моральных затрат. Успешно преодолев отборочные раунды первенства мира, брянский спортсмен оступился лишь в полуфинале. Не хватило сил, считают тренеры и сам Максим. Мне кажется, после всех турниров усталость накапливается. Не хватило именно заряда такого. Но эта победа, бронза, на зубах была вырвана Максимом и он проявил лучшие качества бойца. Волевые, как мужчина дрался. Было, я говорю, после Европы очень тяжело выступать на первенстве мира. Спортсмен был не в оптимальной своей форме, поэтому бронза для нас на вес золота была в этот день. В завершении встречи учредители конкурса «Лучший спортсмен месяца» вручили Максиму памятный знак, призы и подарки, пожелав дальнейших успехов и побед на самом высоком уровне, которых, мы уверены, будет еще немало. Я считаю, возможностям нет предела, поэтому все будет зависеть от него, но и от нас тоже. Если он будет показывать высокую такую работу, как показывает на юниорском броне, то все результаты, я думаю, покорятся. Дмитрий Кузенцов, Андрей Мазунин. События. Брянск.